Слава Богу за такое чудесное пение. Харисты очень прекрасно слышат такие слова, которые возвеличивают нашего Господа и настраивают нас на самый важный момент в нашей жизни, когда мы обращаемся вновь и вновь к Голгофе, к жертве и искуплению от наших грехов. И вот мы будем настраивать свое сердце для того, чтобы оценить, вот как дорого мы куплены Господом. И рассуждая об этом сегодня, я начал думать, какая моя реакция будет на то, что Господь для меня сделал, насколько я оценю эту жертву. Апостол Петр, тогда еще был ученик Петр, недооценил Христа до конца, когда он думал, что он может очень много сделать для Него. Он устоит во всех искушениях, но он соблазнился и отрекся от Христа. Я вот об этом рассуждал и хотел для нас вместе прочитать это событие, которое происходило уже в Гефсиманском саду или на пути туда, когда Иисус говорит, что Петр отрекется от Христа. Мы будем читать из Евангелия Марка, 14 глава, 27 стиха. Марка 14, 27. «И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умирать с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. И 38 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Хотел внимание наше обратить на 31 стих, где Петр говорит, «Хотя другие могут отречься, я не отрекусь от тебя». Я назвал свое рассуждение так. «Как мы можем отречься от Христа?» Здесь, например, видно, как Петр отрекся словами. Но не всегда можно только словами отречься, можно также и делами. И то, что мы делаем, мы часто отрекаем, что мы знаем Христа, потому что мы живем, как будто бы его нету рядом, как будто бы он не видит и не присутствует с нами. И здесь нельзя только винить Петра, что он один соблазнился, потому что все они говорили, все ученики говорили, что нет, мы не отрекемся от тебя, мы будем верны с тобой. Знаете, мы живем в Америке, конечно, мы не испытываем, может, такого открытого гонения еще, хотя все это очень быстро меняется, и можем сказать, что кто хочет действительно провозглашать Иисуса Христа, что Он единственный путь, и нет другого пути, они обязательно будут гонимы, и может это будет и очень скоро, в ближайшее время. Мы не привыкли к тому, что нам нужно принимать такое решение, или стоять за Христа, или отречься, чтобы спасти свою жизнь. Но Петр отрекся от него, даже не хотя не было такой страшной угрозы его жизни, это было просто перед обычной девочкой, которая увидела и узнала его. Но он отрекся. Но как мы поступим, когда нам будет тяжело? И почему сегодня вообще стоит об этом говорить? Хотя, может быть, это не так близко к нам, но знаете, когда я подумал об этом, это действительно очень важная тема с тем, что происходит в нашем мире, чтобы быть готовыми, чтобы твердо стоять и никогда не отречься от нашего Господа. Ипостол Павел говорит во 2 Тимофею 2, 11, написано так, «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то и с ним будем царствовать. Если отречемся, и он отречется от нас». Есть очень строгое предупреждение, чтобы быть верными и никогда не попустить мысли, сказать, что, ну, Петр же покаялся, и все было с ним хорошо, Бог его принял. Чтобы никогда не заигрывать с такой мыслью, что вот, может быть, я отрекусь, а Господь потом простит. Чтобы это никогда не входило в наше сознание, потому что не всегда это может так быть, не всегда можно возвратиться, потому что здесь четко говорит апостол Павел, «И он отречется от нас». Но нам нужно также помнить, что мы не только словами можем, не только поступками, но и делами нашими, и словами можем отречься, и мы можем отречься также от слов Иисуса Христа, что нам нужно не постыдиться самого Иисуса, и также его слов не постыдиться. Об этом также говорит этот же Евангелист, только в 8 главе, 38 стих, Марка 8, 38. «Ибо кто постыдится меня и моих слов?» Это включая все Писание, которое мы держим, Библию. Если мы стыдимся Библию, и то, что Господь провозглашает в ней, то мы в какой-то мере и стыдимся, и отрекаемся от нашего Господа. И мы должны быть верны и стоять твердо на том, что все, что написано здесь, оно так и исполнится, и оно для нас, чтобы мы научились, как жить в этом мире. И дальше говорит, «И в роде всем прелюбодейном и греховном, кто постыдится в этом роде». Братья и сестры, мы в этом мире ничего не имеем, то, что должно нас держать, вот как цепями приковано, потому что это все временно, оно проходит, и мы должны направлены быть на взор наш на небесах, откуда наш Спаситель придет. Туда мы должны стремиться. И здесь дальше говорится, что кто постыдится, и Сын Человеческий, и когда придет во славе Отца Своего, и во славе ангелов, что кто постыдится Сына, того и Господь постыдится. Я хотел предложить нам три очень коротких мысли, рассуждения об этой теме. Первое, вот три вопроса для нас, чтобы каждый ответил себе. Я буду отвечать себе. Как мы можем отречься от Христа своими поступками? Это первое. Как мы можем отречься от Христа своими поступками? Даже не говоря слов, как Петр сказал, что я не знаю его. Мы можем это не говорить, но на самом деле можем отречься от Христа, потому что мы живем, как будто бы его нету везде, и как будто бы он не слышит и не знает, что мы делаем. Апостол Павел также пишет в послании Титу 1,16. Он говорит о том, что мы можем делами отречься. Здесь идет речь о нечестивых, тех, которые не знают его. Но давайте почитаем и посмотрим, что здесь говорится. 1,16. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Христа, от того, что Бог вездесущий и знает все, что они делают, будучи гнусны и непокорны и неспособны никакому доброму делу». Мы здесь видим, что так как нечестивые, они отрекаются делами, то это предупреждение нам, чтобы наши дела никогда не позволили нам отречься от Господа. Знаете, я думал, просто несколько таких путей привести, как мы можем своими путями отречься от Господа. Здесь список можно сделать очень длинный, просто несколько таких путей. Вот первое, это мы можем, когда не читая Библию каждый день и пренебрегая учением, пренебрегая Библией, мы можем этим отрекаться от Христа, потому что Иисус, Он есть Слово Божие. Когда мы не пребываем в Слове, то мы стыдимся как бы это Слово, не потому что его у нас нету, как было, может, в древнее время, потому что не хотели и не имели, но у нас есть, и мы не желаем, мы можем отречься от Господа. Или когда мы не посещаем служение, или, может быть, мы не трудимся в церкви, думая, что кто-то другой это должен делать, потому что кто есть глава церкви, это есть Христос, и Он есть, мы, когда приходим в церковь, мы приходим, чтобы прославить Иисуса. Если мы не делаем то, что Господь нам позволил делать, то мы какой-то мере и отрекаемся от Иисуса Христа, потому что Он есть глава тела, глава церкви. Но есть, наоборот, тоже можно настолько в церковь уделять свое внимание, что пренебрегать своей семьей, это тоже другая опасность, что люди просто некоторые забывают, что у них есть супруг или супруга, и есть дети, за которых нужно очень отвечать перед Господом, потому что они нам даны на короткое время. И вот мне приводится на память этот стих, который, я думаю, все знают, это тоже послание Тимофея, где апостол Павел говорит, «Если же кто о своих не заботится, о домашних, тот отрекся от веры». Опять это же слово, «отрекся от веры, и хуже неверного». То есть мы можем отречься от веры, когда мы не заботимся от своих детей, не воспитываем их, и не заботимся о ближних наших, даже родителей, которые старше с нами, может быть, мы должны заботиться о них. То есть это сюда входит. Или когда мы не молимся о нуждающихся, которые вокруг нас думаем, что Господь сам все знает, зачем молиться, то есть мы не ценим силу молитвы, потому что это сам Иисус сказал, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Если мы не ценим ближнего, то мы не исполняем заповедь Христова, если мы не исполняем его заповедь, то мы пренебрегаем самим Иисусом. Или когда мы забываем ежедневно приходить к Голгофу и исповедовать свои грехи, как вот сегодня мы можем это сделать, мы можем особо сосредоточиться на Голгофский крест и оценить свою жизнь, где нам нужно раскаяться, в чем мы, может быть, когда-то и отреклись от Христа и попросить прощения, чтобы Он нас принял и помог устоять во всех искушениях. Вторая мысль – это как мы можем отречься от Христа своими словами. Петр отрекся словами от Иисуса Христа, хотя он очень твердо стоял, говорит, «Нет, этого не будет, я не отрекусь». Он очень самонадеянно это говорил. Но знаете, если мы учим неправильно учение, неправильно учим о Иисусе Христе, о церкви, о том, что Господь хочет для нас, как мы должны жить, то мы тоже находимся в опасности, потому что, смотрите, что вот этот же самый ученик, который отрекся, апостол Петр, он говорит в своем послании, 2 Петра 2.1, этот же Петр, который когда-то отрекся от него, говорит, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Вот это слово «отвергаясь» в английском – это «denying» или тоже, можно сказать, отрекаясь от того, что Господь искупил нас. Господь уже искупил, все предложил, но они не хотят прийти и принять этот свободный дар, который Он нам дает. И очень важно также исповедание перед людьми, чтобы когда Господь побуждает нас, чтобы мы могли исповедовать перед Господом, особенно когда мы приходим к Нему, потому что Он нас примет. Как евангелист Матфей говорит в 10 главе, 32 стих, «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». Какое здесь строгое предупреждение, чтобы жить так, чтобы никогда не отречься от Христа. И мы поговорим немножко последней мысли, как это можно жить, чтобы жить в таком состоянии, чтобы не отречься от Господа. И Иисус сам это сказал, что нам нужно делать. Дорогие братья и сестры, вот если у нас будет выбор такой, выбор «отрекись от Христа или умри, отрекись от Христа и будешь жить, или исповедуй, и ты умрешь», какое решение мы принимем? Я знаю, может, каждый сразу подумает, ну, конечно, я приму умереть за Христа. Но так же сказал и Петр, мы должны сами себя проверить и говорить, Господи, дай мне силу устоять во всяких искушениях и во всяких переживаниях, и даже если умереть, никогда не отречься от нашего Господа, который отдал всю жизнь за нас. Еще такой вопрос. Как мы можем отречься от Христа своими словами? Как Петр это сделал? Когда-то здесь мы не читали само событие, но мы знаем, как оно кончилось. И Петр очень горько плакал, потому что он понял, как он огорчил своего Господа, который так его любил и хотел предупредить его, но он пренебрег этим предупреждением. То есть, когда мы не воздаем всю славу нашему Богу, в какой-то мере мы тоже отрекаемся от Него, потому что мы хотим что-то себе присвоить, какую-то славу себе, потому что Господь не поделится славой с другим. Мы иногда думаем, что мы чего-то достигли. Или когда мы говорим, не говорим хорошие слова, которые Господь как бы положил нам кому-то сказать, хорошие, добрые слова из Библии, и мы как бы в этот момент постыдимся и не говорим их, хотя мы знаем, что эти слова послужат во благу тому слушающему. Или когда мы не исповедуем свои грехи у Голговского креста, а думаем, что ну я же когда-то покаялся, зачем мне вновь и вновь каяться. Поэтому мы приходим и каждый месяц мы оцениваем себя и раскаиваемся перед Господом, чтобы Господь проверил наше сердце, да испытывает же себя человек. И мы можем сегодня это сделать. И последняя мысль, очень важная, подведем итог этому рассуждению, это что нужно делать, чтобы никогда не отречься от Христа. Не потому, что мы такие будем уверены в сами себе, нет, потому что Петр тоже был уверен. Но что вот Господь хочет, чтобы мы делали, чтобы никогда не отречься от Него? Знаете, мы должны, очень важно одну мысль понять, что мы всегда будем от чего-то отрекаться или или отвергать чего-то в своей жизни, или стыдиться чего-то. Но у верующих есть два выбора. Мы можем постыдиться себя или постыдиться Христа. Другого выбора нет. Потому что так сам Господь сказал, Евангелие Луки 9, 23. Он говорит, что мы должны отвергнуть себя, а не Господа. Никогда не постыдиться Христа. Вот здесь написано так. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, deny yourself, или отрекись от себя, и возьми крест свой и следуй за Мной». Отрекись от себя, или ты можешь отречься от Христа. Больше нет другого выбора. Конечно, мы должны отречься от себя. Но когда мы освобождаем свое Я и отрекаемся от себя, то там должно что-то заполниться внутрь, потому что, как говорят, святое место пусто не бывает. Если мы просто освобождаем от себя и не заполняем Христом, тогда может быть еще хуже с нами, как было с тем бесноватым, который Дух вышел, и Он не заполнил это место, и бесы вернулись, еще хуже стало, потому что Он не заполнил Христом. И вот как здесь сказано, «Возьми крест свой и следуй за Ним». То есть мы должны заполнить эту пустоту крестом Голговским и самим Иисусом Христом. Потому что если мы не будем идти за Иисусом, мы будем идти за дьяволом. И, конечно, мы должны остерегаться этого, потому что дьявол приходит так, что незаметно, он обольщает людей, и он никогда не говорит конец, который будет от этого пути. Но Иисус, Он всегда говорит, какой у Него конец. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Но дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это есть задача дьявола. И Он хочет, чтобы мы во Христе как бы забыли свое назначение или свою позицию во Христе, и начали думать, что мы сами должны что-то сделать. Потому что мы во Христе, мы новое творение, созданное во Христе Иисусе. То есть все древнее прошло, теперь все новое. Если у нас новый Господин, то мы должны оценить этого Господина, Господа, который отдал всю жизнь за нас. Христос отдал свою жизнь, а что мы отдаем Ему? Мы должны посвятить свою жизнь для Него. Для того, чтобы иметь жизнь с избытком, невозможно служить двум Господам. Нужно полностью, сто процентов, отдаться Христу, Господу, а не жить как бы половина в мире, половина в церкви. Также нужно отречься от Себя и посвятить всю свою жизнь Христу. И в заключение я просто хотел еще раз прочитать этот последний стих, который мы читали, вот из 38 стиха. Христос дает как рецепт, как мы можем устоять. Он говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Почему? Потому что Дух бодр, а плоть немощна. Апостол Петр понадеялся на плоть, а Иисус говорит, «Понадейся на Дух Свой, Дух, который наполняет Дух Святой, который сам Господь хочет возрастать в нас, Он хочет, чтобы Слово питало нас. И тогда мы сможем устоять во всех этих искушениях и никогда не отречься от Него. И пребывая во Христе через молитву, мы можем победить все эти искушения и бодрствовать. Это значит никогда не оставить эту первую любовь, которую мы имели, когда мы только покаялись, когда мы обратились к Нему, как мы горели любовью. И сегодня у нас есть возможность обновить эту первую любовь, попросить у Господа прощения и попросить, чтобы Он дал нам силу устоять и никогда не надеяться на себя. не надеяться на себя, как надеялся Петр, но надеяться на то, что когда мы пребываем во Христе, пребываем в молитве, в учении, Он даст нам силу устоять. И мы сейчас можем помолиться в наших молитвах, поблагодарим Господа за все, что Он сделал для нас. Аминь. Аминь. Аминь.